Далее экономический обзор в еженедельном дайджесте. Совет председателей многоквартирных домов в ближайшее время появится в Ростовской области. С такой инициативой выступил губернатор Василий Голубев в ходе встречи с председателями МКД, состоявшейся 3 апреля. Координировать работу по его созданию будет областное министерство по ЖКХ. Таким образом, областные власти хотят навести порядок в этой не самой прозрачной сфере. К тому доказательство количество обращений, поступивших на сервис сообщи о росте тарифов. За первые три недели работы количество жалоб превысило сотню. Слыша половины связаны с необоснованно высокими общедомовыми расходами, в первую очередь за тепло и горячую воду. За первых два месяца на Дону выдано 1648 ипотечных кредитов, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2012-го, сообщило Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Объем выданных на улучшение жилищных условий банками средств составил 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Средняя ставка по ипотеке равна 12,4%. С 1 апреля маршрут движения 26 маршрутки претерпел изменения. Теперь в новой части города нам будет двигаться в направлении ВЗМО по проспекту строителей, улице энтузиастов и только затем через переулок Ноябрьский возвращаться на привычный маршрут по Старосоленому. Таким образом, больше в ТРЦ маршрут не заезжает. Оптимизации подверглось и расписание движения. Согласно данных Департамента строительства и городского хозяйства, двигаться маршрутка будет два раза в сутки. Рейс в направлении поселка Шлюза стартует в половину восьмого от ВЗМО. В обратном направлении микроавтобус отправляется только в 17.20. В апреле в Центре занятости населения пройдут три ярмарки вакансий. Первая, межотраслевая, состоялась сегодня. 16 апреля пройдет мероприятие для граждан с ограниченными возможностями по здоровью, а 25 апреля снова состоится межотраслевая ярмарка вакансий. Начало всех мероприятий в 9.30. Место проведения – Центр занятости населения по адресу улица Пионерская, дом 111. Индекс борща на этой неделе вернул утраченные на прошлой неделе позиции, поднявшись на 45 копеек. Напомню, что мы его рассчитываем, исходя из средней стоимости необходимых ингредиентов в крупнейших торговых сетях города. Неделю назад кастрюля борща обошлась нам 216 рублей 45 копеек. Сегодня цена вопроса 216 рублей 90 копеек. И напоследок расскажем о том, сколько готовы платить россияне за свое образование или образование своих детей. Согласно исследованию, проведенного Центром РАМИР, значительное большинство, а именно 71%, считает приемлемой стоимостью учебы за год сумму до 50 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч готовы платить и грызть гранит науки 20% опрошенных. Свыше 100, но меньше 150 тысяч рублей готовы отдавать ежегодно 6%. От 150 до 200 только 2%. Образование стоимостью более 200 тысяч рублей за год по карману 1% опрошенных. На сегодня это все. К цене вопроса и всему, что на нее влияет, вернемся ровно через неделю. Спасибо, Артем.